Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето-бла-бла-фьюзинг-анна. Всем привет! Я почти-почти вернулась. Ну, во всяком случае, сегодня вы видите мой обед. То, что я показывала не один год на своём канале, фактически в ежедневном режиме. Каждый день, каждый день, каждый день свой кето-обед. За последние полгода по объективным причинам я свой канал забросила. Ну, а, в общем, потом уже нужно, опять же, входить, так сказать, в колею. И вот это сегодня моя попытка войти в колею и начать снимать видео. Ну, каждый день, не обещая, но более или менее систематически. За эти полгода произошло много всякого. Кое-что я там на канале у себя рассказывала. Ну, то есть все свои вот эти приключения с переездом, с домом. То, что мы получили новый дом, как мы это всё не ожидали. И всё-таки это, несмотря на наши неожидания, всё-таки произошло. По сути дела, одним словом, почти одним словом можно сказать, что всё зашибись. Просто всё нравится. Дом нравится. Может быть, чуть-чуть далековато. Это единственное, что такое, как бы, небольшой недостаток. Но сейчас транспортом фактически тоже всё решилось. Ну, то есть к нам ходит городской автобус. То есть вообще красота, красотинская. Дом замечательный. У кого, может быть, какие-то проблемы, у нас всё очень классно. Просторный, светлый, солнечный. Короче, надеюсь, зиму пережить здесь благополучно. Ну, а, в общем-то, и выводы будем делать-то и потом уже весной, когда перезимуем. Ну, и что происходило с моим кето? С кето моим происходило всё нормально. Но были, конечно, сбои в плане того, что был длительный период, когда я не считала калорий, когда я даже не взвешивала. Но могу вас уверить абсолютно точно, как говорится, дать, зуб отдать за то, что, так сказать, все эти полгода, пока я не снимала видео, рацион кето-питания я соблюдала в полной мере. Хотя, ну, в общем, может быть, летом какие-то яблочки я ещё подъедала рейнетки. Но, кстати сказать, они никак не отразились. В общем-то, ну, кетос, конечно, наверное, ушёл, но, в общем, в целом никак не отразились. Ну, в общем, сбои такие были. Те, кто смотрели видео на моём канале, знают, что до этого 4 там с лишним года я вообще просто тотально твёрдо всего придерживалась. И сейчас я в это дело всё возвращаюсь в плане того, что подсчёт калорий и взвешивание и всё такое. Потому что вывод, как я, в общем-то, это и ожидала, без подсчёта калорий, без взвешивания, очень просто и легко может всё ваше кето и любая другая диета и даже кето полететь в тартарары. И все те, от кого я слышу, что можно на кето вообще, оказывается, не считать, или там вообще калорий можно не считать, и они там вообще как-то так магически, интуитивно всё это рассчитывают, Я точно к таковым уникам не отношусь, потому что чуть только ты себе разрешаешь не взвешивать, как у тебя тут же порция начинает увеличиваться. Но, слава богу, в кето-питании и у меня, как, так сказать, фанатичного кетозника, не происходит, слава богу, вот этого захода в углеводы. И настолько уже вот это вот рацион впитался, так сказать, у меня в сознание и в подсознание, что вот это, как говорится, обнадёживает меня на дальнейшие, так сказать, жизнь, на дальнейшие планы. Вот, поэтому оно всё настолько впиталось у меня, что я реально не хочу никаких вот этих вот фруктов и всего такого, соответственно, сахарно-углеводного. Я вообще, у меня там просто мощнейший блок стоит вообще где-то там глубоко в подсознании. Ну и что сегодня у меня на обед? А сегодня, кстати говоря, я открыла буквально на днях для себя ещё один новый продукт, который я не пробовала на кето в плане того, что это, конечно же, такое для новичков это продукт точно не соответствующий. Но для меня, как старого кетозника, уже на лайтовом кето находящемся, это вполне себе допустимо. И этот продукт, это вот этот вот самый большой кусочек, а именно это кайраби. То есть, это, в общем-то, капуста, большая кочерыжка от капусты. Вот, и здесь она выполняет функцию в супе, как вы понимаете, картошки. Причём, я вам скажу, что варится она значительно дольше, чем обычная картошка. Но при этом, я вам скажу, что по вкусу, цвету и текстуре никак от картошки не отличается. Можно её там салатик порезать. Ну, в общем, короче, в небольших количествах можно это дело пропустить. Однако, сегодня у меня здесь это фактически борщ, ну, то есть, кайраби и свеклой, луком, томатной пастой и всё такое. Ну, то есть, в общем-то, получается он очень такой углеводный. Вот здесь даже и порция у меня небольшая. Обычно я ем в эту чашку, ну, почти полную. И в результате мне даже пришлось достаточно долго и мучительно вот эту вот кетопропорцию лайтового кета даже вот эту, подогнать вот эти проценты, потому что очень много углеводов получилось в этом супе. Ну, я уже, мне просто хотелось сварить этот суп, ну, а дальше уже вечером я на ужин догонюсь белками и жирами, соответственно, уже прям, чтобы совсем красиво было. Ну, и в итоге, в дальнейшем буду всё это, конечно же, учитывать. Короче, лучше либо одну кальраби, либо одну свеклу в такой суп делать. Ну, в общем, вы поняли, бульон мясной, вот эти все овощи туда порубить, как вам нравится. Можно это всё заблендерить, суп-пюре будет ещё вкуснее. И, кстати говоря, я ещё сейчас сюда добавлю ложку вот таких вот пищевых дрожжей, которые я уже давно-давно заказывала. И ещё, ну, в смысле, вот они такие порошковые пищевые дрожжи, американские, как вы видите, фирмы Салгар и всё такое. Обычно я покупаю хлопья, и большую часть времени своего накета я употребляла именно хлопья, а здесь именно порошок. Оно, вот, кстати, вот говорят, в суп, вот в супы добавлять именно порошок прям вообще классно, лучше, чем хлопья. Получается такой вообще густой-густой суп-пюре. Вот я сейчас, у меня просто сейчас под рукой нет чистой ложки, чтобы туда залезть в банку. В общем, короче, сюда я сейчас в этот супчик, туда их и бухну. Ну, и вот догнаться жирами, мне пришлось себе отрезать аж 190 грамм варёно-копчёного бекона. То есть, это такие три таких нормальненьких больших кусища, чему я вообще несказанно рада. Это вообще одно из самых моих любимых вообще продуктов на кетопитании. Ну, и ещё здесь будет 30 грамм арахиса, хотя они тоже углеводные, но дело в том, что я бы их уже, может быть, сейчас в обед этот уже не заносила. Было бы проще тогда это с этим супом, так сказать, всё это дело, пропорцию соблюсти. Но дело в том, что эти 30 грамм арахиса я уже съела. Ещё до того, как сняла это видео, первым делом я слопала эти 30 грамм арахиса, поэтому уже вынуждена, сейчас, конечно же, я это есть не буду, вынуждена вот была вот это всё мучительно подгонять. Ну, в общем, кета рулит. Всем привет! Магия вечна! До встречи на моих каналах!